Меня зовут Митхун, а меня зовут Ананда. Вот наша постель. Здесь Митхун делает трахин-трахин со мной по вечерам. Мои родители поженили нас, когда мне было пять лет. Ананда тогда еще не родилась. Эту квартиру мы купили в ипотеку, поэтому у нас нет еды, зато есть любовь, которая нас кормит. Я открою. Наверное, эта консьержка пришла за оплатой. Почему так долго открывал? Кто вы такой? И что вам от нас нужно? Меня зовут Раджа. Я самый мерзкий и влиятельный человек этого города. И я мэр Мумбаи. И что тебе нужно от нас? Говорят, здесь живет самая красивая женщина. Тебя обманули, тупой умник. Посмотри на эту уродку. Она конченная. Сам пожалел, что женился на ней. Обмануть меня хочешь? Эту красоту не скрыть. Ты станешь моей женой и родишь мне наследника. Хватит, остановись. Ты победил. Я пойду с тобой. Только не убивай его. Даже не вздумай приходить за ней, неудачник. Иначе я убью тебя. Ты уже 10 минут у меня дома и до сих пор не родила мне наследника. Раджа, ну как я могу родить тебе наследника, если у нас даже ничего не было? Вы свободны. Можете убить кого-нибудь. Перечить мне вздумало. О нет, Раджа, ты неправильно понял. То есть, я тупой, да? Ну вот, снова не понял. Убери от нее руки. Митхун? Как ты пробрался в дом? Не может быть. Я думал, что тебя в детстве украли цыгане. Что ты несешь, придурок? Мы братья. О, мой брат. О, какое же счастье найти своего брата после стольких лет разлуки. Теперь мы откроем наше дело и станем лучшим шоу в Ютьюбе. Брат, как удалось тебе так разбогатеть? Неужели у мэра города такая большая зарплата? Нет, брат. Я разбогател благодаря своим друзьям компании OneWin. Именно там можно заработать много денег. Ссылка в прикрепленном комментарии. Друзья, хочу рассказать вам о новом инвестиционном проекте от уже всем известной компании OneWin. OneWin Invest – это новый инвестиционный проект, позволяющий инвестировать в беттинг-бизнес. Чтобы начать зарабатывать прямо сейчас, не нужно никаких дополнительных знаний. Все очень просто. Переходишь по ссылке в описании и нажимаешь «Начать». Инвестировать можно от 100 рублей. Инвестор получает неограниченный и стабильный еженедельный доход от инвестиций, который может составлять до 33% в месяц. Все начисленные дивиденды, находящиеся у инвестора на личном счете, можно вывести без ограничений по сумме, времени и каких-либо комиссий. Заработок от инвестиций поступает вам прямо на баланс. Я уже начал пользоваться OneWin Invest и рекомендую поступить так же и вам. Когда шоу только запускалось, я был категоричен, я был против и говорил, что нам это не нужно. Фрик-бои – это стагнация. Блядь, я просмотры собирал кто. Просто братка, мне надо где-то драться. Но фрик – это необычный человек, который отличается от обычного человека. В Америке, половина Америки там фрики тоже самое. Многие бойцы здесь делают грязный трэш-ток. Поэтому ты меня и вызвал, да, на бой? Вам скоро не с кем будет драться, пацаны. Сейчас я очень серьезно ко всем подхожу. Я подумал, что на тебя пиздюля. Плана нет, какой план? Я просто пытался найти какую-то информацию там. Не найдешь. Друзья, всем привет. Рад вас всех видеть в студии «Нашего дела». Сегодня мы представим вам новые поединки, которые вы скоро увидите на нашем канале. Ну а начнем мы с обсуждения фрик-боев и узнаем, нужны ли они нашему делу и вам, уважаемые зрители. Когда шоу только запускалось, я был категоричен, я был против и говорил, что нам это не нужно. Но ты, нехороший человек, подговорил меня, и я все-таки, скажем так, согласился. Да у меня просто братка, мне надо где-то драться. Давай посмотрим видео, из-за чего мы словили столько хейта. Раз мы обсуждаем фрик-бои, нужно звать твоего брательника. Я думаю, он всем все пояснит. Корней, добро пожаловать в студию, мой брат Корней Тарасов. Корней Тарасов не хватает звезд с неба, он хватает их в октагоне и делает больно. За словом, в карман этот парень не лезет, но популярные слухи о своих интеллектуальных способностях развенчал в последнем хите. Дерзкий задир уже и сам не помнит, сколько раз дрался, ведь страдает с похмелья после каждого боя. Из последнего, кстати, вышел победителем, избив какого-то хейтера в лифте. Всем салют, ребят, здравствуйте, салам алейкум всем, друзья мои дорогие. Ну что, давайте базарить, что мы сюда пришли. Что думаешь о фрик-боях вообще? Ну что я думаю, о фрик-боях нет, если так кто-то говорит, знаете, там кому-то фрик-бои не нравится, кому-то не нравится. Ну, допустим, я, если считать меня-то там как фрик-бойца, то я выхожу, вы сами понимаете, я делаю топовое шоу, делаю полный разъёб, и это нужно. Если этого не будет, то кто бы на самом деле Конор Макгрегором не был бы Конор Макгрегором, Корней Тарасовым не был бы Корнеем Тарасовым, вот и всё. Как ты думаешь, фрик-бои это бои ненормальных людей, или это просто бои, не похожие на другие? Мне кажется, фрик-бои это бои немножко ненормальных людей, ну, допустим, такой, как я, да, я немножко припизднутый человек. Ну и это вообще, ну это круто на самом деле, прикинь, там какой-то ноунейм, там какой-то с волосатиком там дерётся, либо то, либо это, то есть, ну, это прикольно, это людям интересно, и они смотрят. Наше дело только благодаря, потому что там есть Корней Тарасов, и он устраивает фрик-бои, вот и всё. То есть у тебя позиция, что наше дело смотрят только из-за твоих боёв? Ну, в основном, я думаю, вообще, где бы я ни был, братан, на любом шоу, это хоть будь там какие-то ваши конкуренты, патч, клам, хардкор, где бы я ни был, братан, все топовые комментарии собираю я и все игра, что я делаю ебейшее шоу, и ты сам работал, и у Амирана набитый за хайп, и ты сам знаешь, кто там делал самое топовое шоу, вот и всё. И это считалось фрик, но, блядь, а просмотры собирал кто? Значит, Корней делают все шоу. Да, блядь, потому что это моё шоу, блядь, потому что я прихожу сюда не базарить, я прихожу сюда и говорить, я пришёл захватить это шоу, я пришёл забрать свой хайп, вот я хочу сегодня быть ведущим пять минут, дай подвинься. В общем, что у нас там по карточкам, давай сюда. Ты читать не умеешь, короче. В общем, пацаны, как-то вот так вот, поняли? Это наше шоу, похлопайте. Все, пишите мне заявки, всех приму. Короче, давайте позовём в студию человека, который мне лично как-то высказывал, ну не высказывал, говорили. Который сделал свою карьеру на поп-ммэй. Не Владислава, разве что его олимпийка. Спортивный блогер с малых лет изучает культуру единоборств, разбирается во всех видах боевых искусств и ведёт популярный ютуб-канал, где уже более 150 тысяч подписчиков. Я, в принципе, твою позицию знаю прекрасно, но хотелось бы, чтобы ты рассказал это всем нашим зрителям. Как ты относишься к фрик-боям и, в частности, то, что мы сделали вот с Артёмом недавно? Негативно, отрицательно, потому что фрик-бои в текущий момент, в момент того, когда уже появились действительно промоушены, то есть те, которые продвигают бойцов. Артур, ты сам неоднократно говорил, что у вас тоже задача развивать бойцов, правильно? Вы и шоу собираетесь запускать, всё с развитием. Фрик-бои – это стагнация. Вот этим боем что вы продвинули? Продвинули женский дивизион? Короче, стагнация – это значит понижение. Я понял, понял, да? Никаких подвижек. Если говорить о просмотрах, на старте, когда просто в моду медленно входило попа ММА, да, это было интересно народу, в целом, как это, что, и, может, там, необычные ребята. А сейчас зрители уже, те, кто не искушённые на спорт, они уже всё равно понимают, что это такое – бои. И больше просмотров сейчас набирают конкурентные поединки, то есть поединки мастеров своего дела. И это, как, естественно, отбор потихоньку всё это вымывается. Давай пример. Бой Дарины и Гриши и бой Корнея с Ваней Эфировым. Можешь ли ты его бой с Ваней Эфировым назвать фрик-боем? Бой плохо подготовленных ребят. Как бы… Не, ну, если взять просто в плане весовых, да, то есть такие основные параметры, у вас вообще в межгендер ушло, да? Ну, главное, отлично… Сейчас ещё будет собака с кошкой. Ну, там недалеко было бы. Артём Тарас, Михаил Коклеев. С вашим вектором. Не, Артём, у тебя там своя… Не, ну ты так на вопросы не ответил, которые тебе Артур поставил. Ну, типа, это плохой бой был, фрик-бой или что? Эфиров также делал шоу, мы также там сделали крутую конференцию, и это был самый просматриваемый бой, хоть это фрик-бой врубаешься. Да это не фрик-бой, вот мне кажется, тот бой был блогерский бой, самый настоящий блогерский бой, и ребята, кстати, тогда показали… Так надо тогда, знаешь, мне кажется, вот это фрик-бой и блогерский – это разные немножко понятия. Всё-таки вот бой Дарины и Гриш Полная ТВ – это фрик-бой. Я бы не сказал, что я тоже к этому относился положительно. Мы с тобой попробовали, аудитория это хочет. Я же повар, аудитория хочет посолить, я им солю, мы даём. Аудитория это хочет, хоть она, она, конечно, фу, вы пидорасы, не хотите смотреть, но в итоге они это посмотрят. И я уверен, что Ким Чи зашёл этот бой, посмотрел, просто посмотрел, тебе стало всё равно интересно, правильно, посмотреть, кто же выиграет, Дарина или Гриш Полная ТВ? Так нет, а в какой это профит промоушен идёт? Нет, мы сейчас не про профит, а просто в принципе об этом бою. Ты посмотрел бой Гриша и Дарины? Почему ты его посмотрел? Я смотрю все поединки. А почему ты обзор не сделал? Потому что я люблю эти сегменты, я смотрю все поединки. Но вот как ты думаешь, почему, допустим, тот же Корней, там, да, там, брать Punch Club, наше дело, битва за хайп, почему везде? Это же не потому, что мой брат, Корней же отдельная личность и, ну, реально талантливый человек. Потому что не сформировались конкурентные дивизионы, почему Top Dog сейчас берёт хорошие рейтинги, хотя у них никогда не было фрик-боёв, да? У них нет такой задачи. Мы делаем шоу, Top Dog какой-то делает профессиональный там промоушен какой-то. Мы не делаем профессиональный промоушен, мы делаем шоу. В плане, у тебя есть отбор. Как UFC, как Конор делает шоу, это вот ты тебе про что имеешь в виду, ты понимаешь? Ты противоречишь тогда? Нет, да, почему ты, я... На сет весовых, кстати. Как ты думаешь, почему тот же Punch Club... Есть парни, которые там примерно одинаково весят. Ты работаешь в том же Punch Club, правильно? И вот как ты думаешь, почему Punch Club до сих пор, почему зовёт всегда Корнея, наше дело, битва за хайп, почему это, ну, как ты думаешь? Наше дело зовёт Корнея, потому что он твой брат. Как, да? Артём, снова говорю, потому что не сформированы свои дивизионы, поэтому нужно привлекать имена, да, со стороны. Так каждый промоушен начинал. Снова говорю, ну, те, которые потом выбирают свой ростер, они не нуждаются в этом. Смотри, нет, смотри, в каждом, вот возьми любой промоушен, да, там, не считая Топ Дога, у них там отдельный сегмент, я вообще считаю, да, что у них там своя тема, они там начали её делают там в своём гнёздышке, грубо говоря. В твоём гнёздышке только Артём Тарасову не хватало? Да, ну вот скоро я туда приду и всех разъебу. Вот, ну вот смотри, взять тот же Hardcore, там же тоже есть свои фрики, Акап, чем он не фрик-боец? Он показывает, во-первых, у него есть подготовка. Он не тот же. Где его подготовка? Посмотри, посмотри, его бои, ну, серьёзно, Акап как боец. А то, что он наркоман. Наркоман и так далее, обоих, о котором говорит. Да, но он перекрытый пацан, как бы. Нет, так видишь, мы снова с тобой обсуждали, там всё равно сейчас всё движется в весовых категориях, да, всё равно формируются в дивизионы. Да, там такие боец, как Акап, неординарные личности, но всё равно они вот в рамках как раз-таки помощи. Если сейчас сегмент будет шагать дальше, да, по Пумыма, то ты, Артём, заметь, ты помнишь, вот год назад сколько было фрик-боёв и сейчас их всё меньше, 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 снова говорю. Давайте прервёмся и позовём на наш диван Кирилла Терёшина по прозвищу Руки-Базуки. Выражение «тяжёлая рука» придумал лечащий врач Кирилла Терёшина, когда тот впервые пришёл на осмотр. Руки-базуки на своём примере пытаются доказать, что для достижения прекрасной физической формы не обязательно заниматься спортом. Блогер, гуру пикапа и порно-актер не понаслышке знает, что такое хайп. У меня к тебе вопрос такой, как ты относишься к фрик-боям? Мне кажется, я знаю ответ, но всё равно хотелось бы услышать твоё мнение. Ну смотри, я не много раз участвовал, но участвовал во фрик-боях, показывает на деле то, что они больше просмотров набирают и людям интереснее смотреть. Потому что всё неожиданно, а профессиональные бои, ну люди подготовлены, их неинтересно смотреть. Вот, у меня вот были бои даже вот взять пощёчину, вот обычно, это не бой. 30 миллионов. Есть здесь люди, которые могут побить этот рейтинг. Обычные бойцы, нету тут таких людей. Поэтому фрик-бои набирают больше просмотров, их интереснее смотреть. Кто показывает шоу, у того больше просмотров. Тебя оскорбляет слово фрик вообще? Да нет, почему? То есть, ну что для тебя понимание фрик? Ну фрик это не обычный человек, который отличается от обычного человека. А как ты думаешь, почему эта аудитория такая разделяется, да, там есть любимчики? Я помню, кстати, мы с тобой как-то шли с Максом Новоселовым по улице, вы не поверите, пацаны, то есть в интернете, а руки к базуке нет ни одного хорошего слова. Но когда мы шли по улице, я, вот честно, такого не видел никогда. Да, с ним фоткается абсолютно каждый человек. То есть 100 людей, которые проходят мимо, и 105 из этих людей фоткаются. Вот это такой парадокс. Давай спросим нашу публику, наших зрителей, которые сегодня здесь. Парни, есть люди, которым может нравиться или не нравятся фрик-бои? Смотрите, вот вы говорите о фрик-боях, они интереснее, чем профессиональные бойцы. Допустим, если взять, допустим, сделать бой такой, извините, Марив Пераев тут присутствует, и Чершанбэ, допустим, какой. Да, Марив Пераев быстро выиграет. И он соберет намного больше просмотров, чем фрик-бои. Фрик-бои это, ну, просто это клау-надо. Клау-надо, ты считаешь? Я считаю, что клау-надо. А надо, которую смотрят же? Ну, такие бои профессиональные, если напрячься и сделать их, они наберут больше, намного просмотров. Подожди, окей, ты говоришь то, что Марив Пераев соберет больше, Чершанбэ, соберет больше? Это просто, допустим, вот такой конкурентный интерес на бой, который каждый человек посмотрит. Окей, а бой Кирилла Терешина и Корнея Тарасова не соберет ли он больше? Нет, не соберет, я уверен, что не соберет. Ну, чтобы не прокатывать. Ну, а что, как было? Давайте будем объективны. Что такое статистика? Это математика. Марив известный в каких кругах? В кругах бойцов. А его даже бабка знает в деревне. А бабка будет смотреть его бой? Конечно, будет. Вот, конечно, будет. Наверняка еще и порнуху смотрела. Вот мы, в отличие от людей, которые здесь сидят, ездим на разные мероприятия разных уровней. Так вот, мы приезжаем на них, и все подходят, и к нему также говорят. Мы вот это смотрели, вот это, вот это. И вот, как сказал Артем, ну, там, комментарии, еще что-то. Для меня вот это просто форма привлечь к себе внимание. То есть, он написал, его комментарии заметили. Вот пишешь телке какой-нибудь, да, там, ты красивая, тишина. Пишешь, ты уебанка. Почему ты так сказал, да тебя поймают, там, пятый, все, есть реакция. Сколько у него было таких моментов? Человек начинает негативить. Он ему что-то отвечает. Кирилл, Кирилл, давай с тобой дружить, давай снимем видео. Все. И, как сказал Артем, все подошли, все улыбнулись, все сфоткались. Для чего сделать? Для чего это делать? Ну, просто, чтобы в комментариях писали все наше дело, я ебал смотреть. Это говорит о статистике. Его смотрит большинство, а Марифа Пираева смотрят те, кто увлекается этим. То есть, у него узкоспециализированная аудитория. То, что Мариф Пираев там тренируется. Кстати, один из немногих людей, кто очень достаточно достойно себя ведет. Так вот, он профессионал своего дела. Но его будут смотреть те, кто реально в этой теме. А вот если я сижу, в носу ковыряю дома, я далек до боев. Но набьют морду Кириллу Терешину или Корнею Тарасову. Мне интересно. И, опять же, статистика с подщечинами. Она вот как раз о том и говорит. Что статистика была просто заоблачной. Не посмотрели там кого-то, не посмотрели другого. Но есть статистика. Мы приехали на гиревой спорт, например. Там в зале 40 человек, из которых половина подошла. Сказала, Кирилл, мы приехали просто, чтобы с тобой повидаться. Влад, как ты думаешь, если такие бои нам не нужны? Как ты говоришь, что происходит стагнация? Стагнацию я бы тоже мог бы дополнить. Да. Ну вот смотри. Ты говоришь, происходит стагнация. А там... Это он говорит. Я, в принципе, тоже раньше топил за то, что это не нужно. Что сейчас, ты говоришь, набирает обороты? Как называется парни вот эти вот тоже снимают? Да там все набирают обороты. Там все, кроме нас. Ну так вот, тут дело в чем. Первое. Что делают для того, чтобы привлечь вот таких людей? Да ничего не делают. Позвонили, пойдете, не пойдете. Сумма устраивает, не устраивает. А там дойдет до определенного уровня. Ну, выше Беллатора, выше там UFC все равно не прыгнуть. Соответственно, аудитория будет ограничена. А вот его, например, бой показали в Америке. Показали в Америке? В Германии. Да, вот нам сколько писали. У меня все бои, которые были, все СМИ. Там сумасшедшие, кстати, просмотры. Германский канал приехал, взяли интервью в Фейсбуке. 12 миллионов просмотров. Что? Вот кто может похвастаться? Влад, а где ему тогда выступать? Вот если не здесь Гриша, он и так далее. Вот фрикки бои, там Монгол. Тогда где ему выступать, если не на нашей площадке, которая может дать возможность выступить всем? Тенденция идет действительно к хорошему там треш-току, эмоциям. Но среди бойцов, когда зритель знает, что их может ожидать вполне интересный конкурентный бой. Да, по-моему, сейчас тенденция, знаешь, идет к тому, что просто люди пиздятся на конференциях, и это заходит больше, чем любой бой. И такое бывало. А что это как не фрик-шоу? Что такое фрик? Фрик – это нестандартность, которая дает определенную эмоцию. Ну, плохую или хорошую, неважно. Но это не дает тебе сидеть вот спокойно. Мода на это проходит. Мода на баб что-то не проходит. Выпуск боев – это наглядно видно. Кстати, Кирилл, ты подрался бы у нас? Вопрос цены. Вопрос цены. Я зарабатываю в основном деньги. Какая твоя цена? Скрудж Макдак. Назови удовольствие. У меня от 300 тысяч. За 300 тысяч, мне кажется, по гонорару можно двух хороших бойцов поставить. Не вопрос. Есть цена, есть. Есть айфон 12, есть цена. Причем медийных уже, ребят. Хочешь – бери, хочешь – нет. Просто есть люди, которые зарабатывают там 20, 50, 100 тысяч. Вот смотрите, парень, парень, да, участник вдвоем. Что, за 300 с корней выйдешь? И получать 300 косарей за бой. 300 косарей. А есть пацаны, которые пашут в залах, тренируются каждый день и получают намного-намного меньше. Вот ты как думаешь, почему так? Потому что просто вот он все руки накачал или что? Не, как раз таки из-за воронки охвата. То есть, да, у него уже сформировано, да, все равно свой личный бренд и узнаваемость именно из-за этого. Понятно, что начинающий, наверное, не будет такие гонорары. Но вновь, фрики – это разовая акция. Нужно ли это сейчас промоушенам, нужно ли это сейчас… Фрик бои, там ты говоришь, что это приводит к какой-то стагнации и так далее. А вот бои Корнея. Корнея, допустим, ты бы хотел видеть дальше его бои. А вот хороший вы, как бы, момент нашли с эфиром. То есть, он будет, в принципе, в своем весе, да, то есть, это, в принципе, смотрится нормально еще, да, достаточно однородно. Когда, понятно, Корнея ставит там с ребятами за 100 килограмм. Ну, там и боя не получается. Проблема фрик боев там же, в принципе, боев-то нет. Честно, на моей памяти я не припомню фрик боя, где такой, ну, ничего себе, там еще и порубились. Зато фрик бои, знаешь, чем хороши? Они никто не профессионалов. Кстати, Кирилл с Монголом порубились, реально. Была драка, как мне кажется. И с учетом того, что вот у меня каждая рука по 3 килограмма весит, мне тяжело их вообще поднять. То есть, я еле-еле поднял. Не, была драка, я помню прям. Давай мне их двоих просто, и все, бой, блин. У тебя скоро бой, кстати, и сегодня твой соперник у нас в студии, и соперник это необычный. Это стендап-комик Нарек Симонян. Нарек Симонян перебрался в Москву из Кемерово почти год назад. Популярный на Кузбассе комик отправился покорять столичные открытые микрофоны. Артист считает, что счастлив тот, кто занимается любимым делом. Нарек человек целеустремленный, артистичный и с отличным чувством юмора. Но в нашем деле не до шуток. Здесь за слова придется отвечать, и пройдет далеко не каждый номер. Какой номер приготовил? Да, подарок жениха. Артистинян, Симонян. Артистинян, Симонян, ну я же не просто так кинул. Да, у меня есть шутки, я подготовил. Шутки? Давай, ты же стендап-комик. Да, спасибо. Друзья, смотрите, я сразу говорю, ну если вы не поняли, я неизвестный стендап-комик. Комик я охуевый. Да. Шучу, шучу. А, спасибо. Друзья, смотрите, я подготовил шутки, я буду выступать в промоушене «Наше дело». И многие бойцы здесь делают грязный треш-ток какой-то с негативом и так далее. Я буду делать треш-ток через шутки, не через негатив. И я немного переживаю, с вашего позволения, можете похлопать, пожалуйста, и мы начнем. Так, ну что ж, у меня будет бой с Корнеем Тарасовым. Кто бы мог подумать, нахуй это надо, да? Но, сами понимаете, это будет интересно. И сейчас я прожарю мединых людей, которые присутствуют здесь на нашем, собственно… Да, да. Нет, тебя я не буду прожаривать, ты свой бицух видел, конечно. Так, смотрите, здесь присутствует Рустам Рептилоид. Давайте ему похлопаем, пожалуйста. Встал. Блин, Рустам, пиздатый ты мужик, конечно. Давай, я тебе руку пожму, пожалуйста. Можно в честь уважения. Красавчик, давайте похлопаем, пожалуйста. Тут еще и тамби, блин. Спасибо, ребят, ладно. Круто, круто. Спасибо большое, что пришли. Было очень интересно. Недавно был бой. Гриша, полное ТВ. Это первый бой между парнем и девушкой. Недавно был второй бой. Но вы еще об этом, наверное, не знаете. Но я могу вам сразу сделать инсайды. Недавно был второй бой между парнем и девушкой. Это был бой Корнея Тарасова в лифте. Все его увидели. И на самом деле Артем очень сильно переживал своего брата, потому что за этот бой ему не заплатили. Так, ну что ж, двигаемся дальше. Здесь есть Кимчи. Давайте ему похлопаем, пожалуйста. Его интонация разговора мне очень нравится. Есть ощущение, что он с самого рождения так разговаривает. Вообще, когда Кимчи родился, его пеленали в по зеленой спортивке. Это действительно факт. А еще, чтобы вы понимали, он с самого рождения разговаривал. Это правда. Когда его родила мать, он сказал, что это были отличные схватки. Будем развиваться, двигаться дальше. Будем расти. Отлично, правильно. Давайте ему похлопаем, пожалуйста. У Артема Тарасова есть брат-близнец. Есть брат. И мне позвонил Артур, потому что Артуру нужен брат, сами понимаете. Артур, я... Артур, я согласен. Я буду твоим братом. Я тоже буду бухать, тусить и тратить твои деньги. Буду тратить твои деньги. Только давай сразу обоговорим, чтобы не было, как у Тарасовых, 20% заработка мои, а не как у Корнея за пиво и рыбу. Давайте... Будем честны. Так, мы с тобой теперь братья. Можно я тебе пожму руку? Ты мой брат. Только давай будем нормальными братьями, а не как Янди и Фахаритонов. Давай, давай. Братан, тебе еще долго? Последнее, последнее. Все-таки бой же у меня с Корнеем. Братья Тарасова, это как глаза Артема Тарасова. Один тоже урод. Ладно, давайте... Спасибо большое. Очень приятная вы, приятная публика. С этой шутки надо было начинать, в принципе, понимаешь? Корнея, это только шутка, брат. Понял? Но за гондошу я тебя жестко, конечно. Да нет. Братан, ты понимаешь? Слышь, братка. Братка, ты понимаешь, ты уничтожаешь, так? А я могу уничтожить рифмы. Я как сатира. Мои рифмы тебя будут убивать, как в ринге ногами просто. Костю-дзюбу когда-то били. Поняла, бля? А я могу тебя там ударить и так... Ну ладно. Короче... Слышь? Бонг, вон, притон, прикол, гон, прикинь, постой. Потом лучишь поебальнику, отстой. Бау! Друзья, Нарек не боец. Его база это стендап. Заебись, то, что нужно, скажи, Корней. То, что нужно, бля, спасибо. Наконец-то, Артур. У него есть большой козырь, как бы, да, он там в партере может там смешить тебя, расслаблять, щекотать. Нарек. Да. Как ты... Каким ты... Нахуя тебе это надо вообще, Нарек? Да ему только вот это надо было. Выступить здесь и все. Тысяча груза. Да-да-да-да. На самом деле я, ну, у каждого уважающего себя человека должно быть хобби, любимое дело и еще одно. Ну, типа, наше дело. Вот. И я прям фанатею от боев. А ты дрался раньше вообще? Я в 2013 году, до 2013 года занимался профессионально джудо. Я был в сборной Кузбасса. Вот. Кстати, клуб джудо Кузбасса, Мазами Мацушито, Маэстро Шоу. Погоди, отменяем бой, братан. Мне вроде проходного давали, что начинается? Говоришь, стендап. Это было 7 лет назад, и я вообще не занимался, я занимался, начал КВНом заниматься, потом понял, что нужно делать сольную карьеру, пошел в стендап. Дал там всем пизды. Корее, что ты делаешь? Я тоже, братан, я с 7 лет до 10 самбо занимался, а потом я все время просто флексил и все. Да, у нас примерно одинаковые стендапы. Я фанатею от боев, и я думаю, что это... Я буду, я надеюсь, что я буду, я же комик, и заниматься боями, я буду будущий Джо Роган. Я думаю, что вы, да. Подержите, пожалуйста. Ким Ки, блядь, на тебя сейчас так посмотрел, значит, вевну, что какой, нахуй Джо Роган? Помнил историю Джо Рогана, когда он чуть ли не огреп от бомжа. Не знаю почему. Ну, кстати, сейчас будет. Кстати, это достаточно популярный видос был. Вообще, Корней не бомж. Нет, Корней не бомж. Он хороший парень. Нихуя себе, он в левитации сидит, да че, пацаны. Я, на самом деле, очень хорошо отношусь к Корнею. Вот, хороший парень, посмотрим. Но я знаю, что в нашем деле самый быстрый бой это 16 секунд. Да, кажется, да. Михаил Морозов, да, кажется? Наверное. Вот, и я хочу сделать до 16 секунд, и поэтому, ну, нужно удивлять. Поэтому Корней выбирай секунду. А остальные 9 минут просто читать стендап, да? Да, можно так сделать. Я знаю, что я скажу, стой, если ты никогда не дрался, то тебе будет даже тяжело дышать эти 16 секунд. Так, Корней, давай мы же не в лифте, только, пожалуйста, правильно? Не смеши его. О, бля, нет, пожалуйста. Мам, да, спасибо. Усики, да дай по-русски. Есть расческа, пацаны, дайте расчешуем усики. Я думаю, это будет классный бой. Я че, ладно. Это будет мой бой, мадефака Корней, Тарасов тут в здании. Пошли все ублюдки-хейтеры, нахуй. Да, блин, это будет мой бой. Друзья, не забываем переходить по ссылке в прикрепленном комментарии. Это наши друзья, компания OneWin. Вы можете поставить на абсолютно любое спортивное мероприятие в любой точке мира. OneWin – ваш проводник в мир эмоций и ярких впечатлений. Ну и самое главное, плюс 200% к первоначальному депозиту по промокоду ДЕЛА. OneWin! А мы продолжаем. И сейчас в эту студию выйдут ребята, которые проиграли свои последние бои. И сейчас у них есть второй шанс доказать, кто они и что они в нашем деле. И первым выйдет Владислав Кулисов из города Сыктывкар. Владислав Кулисов прошел в наше дело, показав отличную ударную технику и невозмутимый характер. Но второй бой на проекте проиграл. Базовый боксер и рукопашник полагался на расчет и эффективность каждого удара, но соперник оказался универсальнее. Спортсмен признается, этот опыт пошел ему на пользу и теперь Владислав готов навязать свои условия в бою. На его соперник Шадмон Назокатов. Шадмон Назокатов прошел в наше дело, победив в отборочном бою. В следующем поединке тоже показал зубы, но проиграл нокаутом в третьем раунде. Шадмон мечтал стать профессиональным бойцом и покорить топовые площадки Европы и Америки. И у него это получилось. Спортсмен покорил наше дело и запомнился зрителям. Шадмон, я так понимаю, ты решил переплюнуть такой, да? Там он с Даниэлом, я двух пацанов возьму. Как настрой на бой, парни? Заряженный, готовый. Четкий, шикарный. Покажем, очень хороший бой. Прикольно. Долго грустил после того поражения? Даниэль нормально, с кем не бывает. В любом положении надо говорить, альхамдуллах, это ничего страшного, в этом нету. Слышал? Ничего страшного нету, я думаю, что очень хороший бой показал. Ну, как лаки панч, так сказать, не повезло, не получилось так. Не фортануло. Немножко дыхалочки не хватило. Да, 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 функционал. Бой был хороший, реально красиво пересматривал, прям хороший, молодцы, хороший бой показали. Ты тоже что-то последний бой проиграл, насколько я знаю? Ну и что? Что, башку нахватал и все, и злился. А сейчас что? Сейчас, нет, сейчас я готов. Тогда я херня какую-то занимался, глупостями там что-то. Понты там пытался сделать. Насмотрелся, короче, UFC, думал, сейчас выскочу, покажи мастер-класс. На самом деле, херню какую-то сделал. То же самое будет в этот раз, поверь. Не, в этот раз и собранный. Не, в этот раз он у нас тренировался, поэтому мы нормально. В Мексике? В Колумбии. Даниэл из Колумбии. Да, из Колумбии. Вот, у нас в зале, короче, набрали немного все вместе. Ладно, я на самом деле удивился. Во-первых, то, что ты вышел с Даниэлом, вы что там, скорешились что ли? Да, теперь мой брат колумбийский. Как так получилось? Да на тусовке познакомились. Знаешь, как в клубах это происходит. О, здорово, я тебя видел, видел. Не, серьезно, как так получилось, что вы теперь тренируетесь с Даниэлом Месси? Ты вообще же живешь в Сыктывкаре. Где Пика их познакомил, короче. На концерте. Да не, так мы вообще на отборочных боях, короче, с ним в одной раздевалке раздевались, там что-то туда-сюда, там заобщались, короче. Я такой говорю, давай, братишка, ты сейчас выйдешь, короче. Без подробностей можно, брата. Без подробностей можно. Ну да, короче. Давненько, короче, уже было дело. Давненько, да? Ну что поделать, эта жизнь была и была. Шадмон уверен в себе в этот раз? Ну, ты был уверен и в тот раз, на самом деле, я видел. Нет, ну... Бой-то он хороший показал. Я показал, что я мог, что я мог, очень хорошо хотел выступить. Ну, так сказать, в последних секундах функционалка подсела, и прессинг дала себе знать, и получилось все, как было. Ну, в этот раз я над ошибками наработал, функционалку потянул, физическую силу чуть-чуть наработали. И думаю, что вы все увидите в октагоне, все покажем. Шадмон, прошлый бой ты начал очень агрессивно, очень активно. Скоро у тебя бой с Владом. Какая стратегия, тактика на бой? То есть так же нападешь? Это было похоже прямо на нападение. Это эмоции были. Эмоции, это психически очень трудно было. В принципе, они его и съели, мне кажется, это эмоции. Ты думаешь, чуть-чуть трудновато было. Потратил силы. Как-то. И в этот раз думаю, что намного легче будет. Мой предыдущий соперник более опытный, намного опытнее, чем он. И я думаю, что мне с ним очень легко будет. Поэтому ты меня и вызвал, да, на бой? Ну, можно и так сказать. Это именно на кино? Да, да, да. И я скажу почему. Он базовый боксер. И как я знаю, я тоже, ну, на пресс-конференции, по-моему, или где-то я слышал, что он базовый боксер. И я тоже, кстати, базовый боксер. И хотел бы рубку показать. И более зрелищно все. Ну, с этим я с тобой согласен. Рубанемся по-любому. А какой, кстати, разряду у тебя или что-то? Кандидат. Кандидат у меня тоже КМС. Я думаю, что в одном уровне бокс. Ну, рассмотрим. Кандидаты. КМС, да. Кандидаты. Президенты. В наше дело. Смотри, почему ты сегодня пришел на это шоу с Азизом Камаловым? Вот мы его знаем, а друга твоего не знаем. Как так получилось, что ты живешь в Южкороле, а поддержка у тебя из города Краснодара? Здесь тоже Москва, Сыктывкар. Ну, как вот он сказал, мы познакомились с прошлым турниром на пресс-конференции. Познакомились, пообщались. Не в раздевалке, нет? Не, не, не. Не в раздевалке. Вы не думали о том, что вот вам между собой придется драться и вам между собой придется драться? Пока не, не думали об этом. А вы подумайте. Нет, просто смотри, здесь все уже сдружились, все друг с другом общаются. Вам скоро не с кем будет драться, пацаны. Поэтому ругайтесь прямо сейчас. Помнись, если мы даже подеремся, мы же по-любому останемся друзьями. После этого останемся хорошими друзьями. Я просто, что это спор. Опять же, салам алейкум, скажем. Можно я скажу? Конечно. Как тебя зовут? Муслим. Муслим, очень приятно. Вот тебе тут Кирилл Терешин где-то, да? Я его не вижу здесь. Он уже уехал, наверное. Он сюда пришел, вот почему ты у него спрашиваешь про бои? Он медийная личность, он участник фрик-боев. Мы обсуждаем фрик-бои, нужны они или нет. Естественно, я спрашиваю его. Если захочу, позову кого хочу вообще сюда. Вот вы говорите, что он приносит много просмотров, обсуждений или еще что-нибудь. Но здесь все порядочные пацаны присутствуют. Ни одному из этих пацанов не был задан вопрос, как вы относитесь к этим боям. А какому-то, не побоюсь сказать, опущенному человеку вы даете такой вопрос, чтобы он сказал на эту публику, как он относится к этим боям. Здесь любой здравый человек ответит на этот вопрос, как относится к боям. Давай, давай. Скажите, как вы относитесь к фрик-боям. Я, ну почему, если человек хочет подраться, почему бы нет? Пусть выходит, дерется, где бы это ни было. То есть, да, если он хочет этого, у него есть мужское достоинство, он хочет подраться, пожалуйста, пусть дерется. Но какого-то порно-актера сюда приглашать. А почему он порно-актер, я не понял. Так он снимается, потому что. Снимается в этой дичи, блядь. Он снимается. Зачем вы смотрите вообще? Мы не смотрим, мы не смотрим, охуел от этого, блядь. Мы не смотрим. Кто тебе скинул? Почему мне никто не скидывал? Ну ты же знаешь, что он снимается. Но мне никто не скидывал. Ну ты же знаешь. Ну ты же знаешь, да. Он мне тоже по-другому. Да мне жена говорила просто. Ну чем более. Мне хотя бы жена, мне не пацаны скидывали, братан. Смотрите, пацаны, вот Кирилл Терешин уже ушел, руки-базуки ушли, а мы все продолжаем обсуждать. Не, на самом деле, ну, вопрос. Вы знаете, вопрос на этот ответ, почему у него спросили. Он говорит, что, типа, его бой в Америке показали. То есть вот так в Америке, половина Америки там фрики тоже самое. Так у нас по России фрики, Шатман. Да нет, у нас-то не принято так же, как чему там. Да мы же не говорили, что это хорошо. Шатман, вот ты хочешь, чтобы твои бои в Америке показывали? Нет, дело в том, что... А и почему нет? Да, да, вот. Уровень, наверное, почему нет? Пацаны, вы нам предъявляете, как будто мы за этот топе. Мы просто не остык нашел. Почему? У них, можно спросить, у любого человека здесь тут много парней, достойный. Да, мы кимчи пригласили, главный специалист. Смотри, мы, короче, мы обсуждали фрик-бои, позвали в фрика. Будем обсуждать достойных пацанов, позовем вас. Нормально? Урегулировал? Нормально, все. Вот буквально один вопрос. Смотри, последний бой, я твой посмотрел. Ну, мне показалось, или ты был как-то чересчур пассивен, или что с тобой произошло? Вот первый бой отборочный, он был выжидающим. Ты очень хорошо попал, я одержал победу. Второй бой, вот я не увидел Влада Колесова, того, из Сыктывкара. Сейчас нас что ждет? Сейчас я готов, что морально, готов, что физически, я полностью подготов. А ты готов вот к этому нападению, бам-бам-бам, с самого начала? Бам-бам-бам, я видел, видел. А ты мой смотрел? Нет. Посмотри, прикольно, кстати. Честно, не смотрел. Берешься, да, где-то? А? Берешься, да, вообще. Ну, у меня был здесь бой. Да, не видел. Я тоже не смотрел, честное слово. Face to face? Да. Да, давайте, парни, посмотрим друг другу в глаза. Интересно, какие на вас коэффициенты, кстати, надо посмотреть. У него четыре, у меня один из чем-то. Он капитальный фаворит вообще. Да. Молодцы, красавцы. Ну что, друзья, мы продолжаем. И следующая пара, которую вы сейчас увидите, это Салим Бедрозов и Фуат Гусейнов. И первым выйдет... Салим Бедрозов? Салим Бедрозов завершил отборочный поединок в нашем деле досрочно. Противник отказался продолжать бой. В свои 22 года парень уже имеет профессиональный рекорд 1-0, и он твердо решил, чем планирует зарабатывать на хлеб. Салим обошел все топовые площадки поп-ммэй на российском ютубе, дрался и в клетке, и на голых кулаках. В перерывах между поединками боец постоянно совершенствует свои навыки. А Нагарарара помогает родителям из небольшого села в Кабардино-Балкарии. Салим, ты решил сразу с поддержкой выходить? Да. Кто это? Да ладно, мы всех их знаем. Это Артем и Никита Гамзиков, наш боец. Ну что, его соперник, оппонент Фуат Гусейнов. Звериную ярость Фуат Гусейнов оставляет в октагоне. В жизни добрый парень работает медицинским курьером, внося свой вклад в борьбу с пандемией. Пока генджинский гангстер выступал в нашем деле лишь единожды, но показал красочное шоу и запомнился зрителям. Яркий спортсмен умеет привлечь внимание, но ему этого недостаточно. Фуат намерен хайпануть, как Чоршанбе, чтобы сперва ненавидели, а потом любили, ну или наоборот. Фуат, рассказывай, как изменилась твоя жизнь после той победы? Ну я не считаю это победой, честно. Даже несмотря на то, что я выиграл, потому что мне не понравилось, как я отбился, очень. Несмотря на то, что я там выиграл единогласным решением судей, мне очень не понравилось, потому что я не веду такой бой. Ну, не люблю оправдываться, там многие вещи могли сказаться на этом, но не хватило времени исправиться. Фуат, мне тоже не нравится порой, когда я смотрю на себя в ютубе. Так же, наверное, и бойца. Ну, а многим нравится, понимаешь? Многим нравится. Ну, мне твое выступление понравилось, особенно слова... Нет, могу сказать, я люблю юмор. Не-не, сейчас это не в момент получилось. Я люблю юмор, просто сейчас я очень серьезно ко всему подхожу. Но юмор будет по грани. После? По грани, посмотрим. Всему свое время. То есть в бою будет то же самое? Посмотрим. Нет, сейчас все серьезно, все по-другому. По-другому, то есть не будет ни кривляния, ничего? Не-не, все серьезно. Здесь нужно, если биться уже, это смотреть на человека, понял? Ну да, это просто самое главное. Если человек порядочный, то нужно по порядочному относиться и биться достойно, потому что перед тобой хороший человек. А в прошлом бою, получается, непорядочный парень был? Он неплохой был, но в целом, как сказать, соперника, можно сказать, знал. Вот. Не очень, прямо так, через заочку, можно сказать, я его знал. Вот. И... То есть негатив просто к нему какой-то был? Нет, такого негатива нету к нему, как типа к человеку, нет. Ну, просто, ну, заходил, отделал. Сейчас просто все ответственно, все серьезно, ко всему нужно подходить за головой. То есть для тебя этот бой более серьезный, чем предыдущий? Для меня каждый бой серьезный. И все бои до промоушен – наше дело. И даже когда я бился на, извините, пожалуйста, на битве за хайп… На битве за хайп – это наши друзья, мы ее выкупили еще раз. А, все-все-все. Запотели бить. Да, мы сделали наши деньги. Когда я выходил биться, Артур посмотрел на моего оппонента. И он, это потом уже мы общались, он говорит, извините, пожалуйста, за выражение. Он говорит, я подумал, что он тебя пизюлит. Потому что физически все больше меня выглядят, а габаритно. Какой ты сладенький такой. Ну, с виду, да, думаю, в клетке все меняется. Просто последний бой, честно, мне очень не понравился. Потому что кардио вообще… Ну, ладно, нам тоже не понравился. Но сейчас постараемся сделать так, чтобы всем понравилось. Сейчас ты физически хорошо готов? Как оценишь свои силы? Свои силы? Честно, каждый боец уверен в своих силах. Каждый уверен. Каждый стремится к победе. Каждый волнуется. Нет такого человека, который не волнуется. Волнуется не соперника, а именно самого боя. Ну, всякое бывает. Потому что мы не можем как-то предсказать, что будет. И мы волнуемся, а вдруг мы здесь проиграем, а вдруг здесь не то сделаем. Но как суждено, так и происходит. Мы выходим, главное, готовыми бойцами биться, показывать зрелище людям. Салин. Ты часто выходишь в октагон. Причем у тебя есть опыт выступлений. Вот беспрерывный, можно сказать. Как относишься к своему сопернику? И на его вот это… Нормально отношусь. Но нету никакого негатива. Он же еще не проигрывал. Но как к сопернику нормально. Как человек тоже нормально. Ну, то есть, и у Пива это, не знаю, это может быть, ну, так для шоу, может быть, сам показывает. Но в целом он же ничего плохого не сделал. Так я не говорю, что у Голоса парень. Ничего такого нет. Чисто для шоу. Соперник такой очень агрессивный был, неприятный человек был. Он прям, знаешь, хотел меня типа рубануть. Я как руки отпускал на лайтера. Честно, на лайтера работал, но сам бой не зашел мне вообще. Потому что я его пересматривал. Вообще, короче, я нервничать начал после этого боя. Вот ты сейчас просто сказал, понимаешь, вот поменял мировоззрение людей даже. Я просто думал, что ты вышел над ним подстебаться. По-моему, он тебе пробивает лоу-кик. Не, не стебаться, типа, знаешь как. Я просто не знал бэграунду. Смотри, как происходит. Вот я работаю с ним, стою перед ним, что-то дергаю его. И он, знаешь, вот это, как у меня нету, понял, вот это, бля, как будто он злой на меня, понял. Такой прям бьет меня. Я такой думаю, ты чего, я охренел, типа, дай его в Степану. И он каждый раз, помню, нервничает. И он как. Я охренел. Нет, такой думаю, ты чего, охренел, типа, ну, я не говорю, типа, кого ты бьешь, не возвышаюсь ни в коем случае. Но просто бей нормально. Вот, сейчас это понимаешь. Бей нормально, блядь. Просто я когда узнал соперника, то, что у Салима, да, нам тебя предложили. Я думаю, бля, это парень, который там издевался над бедолагами. Ты чего, братан, я не такой человек, люди, которые меня знают, они знают, какой я человек вообще. Не, не бедолага, но бойцом, но просто он на туре, ты выделил его так, как будто ты там начал, ну, просто там исполнять. Нет, 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 сейчас все по-другому будет, знаешь. Время идет, люди меняются, мы как бы думаем о прошлых поступках своих, знаешь, как-то пытаемся, ну, в лучшую сторону менять. Я как бы особо плохого ничего не думаю, я не сделал, там, такого прям ужасного. Нет, ну, просто так визуально смотрелось. Визуально, да, человек, который с краю смотрит, не знаю меня, тем более, ему всем так показалось. Многие, этот, даже знакомые, начали говорить, типа, зачем, то все, я говорю, типа, у меня же нету к нему, именно вот, знаешь, я тебя ненавижу, типа. Вот у меня просто так, типа, ты чего меня так ударил? А, вот так, Иван, типа, что ты меня ударил? А, вот так. Салим, Артем, Никита, какой план на бой? Видите, парень веселый, но когда выходит в октагон, заряжен конкретно. Плана нет, какой план, да, чисто отработать и все. Как Дима скажет? Все по ходу работаем, мы не в Белатре, не в ВФС. А, так и третий. Кручи, ты что гонишь? Наши делаем. Я рассчитываю на все три раунда, на все три раунда рассчитываю, хочу полный отрезок отбиться. Ты хочешь прям полную дистанцию пройти? Полную дистанцию, ну как? Тяжело будет просто с ним. Все бывает, но я же готовлюсь к этому, правильно? Все бывает, потому что я не могу сейчас предсказать, что, типа, я в первом раунде тебя задушу или сломаю, или как один боец, там, он на одном турнире говорит, говорит, я тебе слово мужчина дает через 30, а, типа, за 30 секунд я тебя нокаутирую. Вы не видели это? Да, это бред сумасшедший. Это просто ужас. Вот ты это сказал, я вот представил себя на его месте, думаю, а что бы, ну, не дай бог, что бы я сделал уже? За 30 секунд, ну, если ему фортанет, как МакГрегору, там, за сколько, 13 секунд, то он красава. Ну, вот я просто с Салимом такой у нас скромный парень, я за него скажу, то, что, ну, все равно всегда настраиваемся на досрочное завершение, как и все бойцы. Нет, на досрочное все, как бы, знаешь, как-то внутри есть, типа, если получится, момент поймают, там, задушить, сломать где-то, да? Да, да, да. Ну, как бы это бои, и всегда, как бойцу, всегда на длинную дистанцию, потому что, если вдруг ты представь, боец вот дерется, поединок идет, думал, там, в первом раунде затащу, он здесь слабый, грубо говоря, смотрит, в первом не зашло. Ну, в течение поединка, я думаю, это тяжело, знаешь, сообразить, а что дальше делать? Поэтому лучше на длинный отрезок, как бы, на всю дистанцию, как бы, рассчитывать, биться, и по ходу работы, там, если где-то получилось, там, засадить, сломать... Нет, на три раунда я готов. Да, вот на три раунда, вот я это уже рассчитываю. Салим-то готов на три раунда, но я думаю, при всем уважении, что раунд до третьего раунда это все не дойдет. Ну, ты тоже в том поединке своем тоже думал, что ты Алана выиграешь, Алана красава свое дело сделал. Я все на нем присутствовал. Ну, я понял, я тебя понял, я тебя понял. В смысле соперники вышел? На профессионально? По профессионалу. А, ну, за минуту и 14 секунд закончилось. Ты его нокаутировал, да? Да. Но он его не бил, если честно. Но там он уже просто явно, когда доминирование идет, он останавливается. То есть у него есть вот эта движуха. Да, если честно. Ты начинаешь жалеть соперника? Да не то, что жалеть. Это порядочность человека, возможно. Нет, там не в плане жалеть, там в плане, ну, зачем человека травмировать даже. Он мужику американу закрыл, рука хрустнула, я слышал это. Он остановился, он ее не доделал. Он мог сделать болевой на руку уже. То есть у него когда... Он почему на третий раунд не вышел, первый бой в нашем деле? У него рука прохрустела, то, что мы за рингом стояли, слышали. И Салим сам испугался, что сделал. Он встал потом, ну, не стал заканчивать. Салим такой добряк, да? А вот этот, на котором мы тебя приглашали профессионалом, он парню один раз голову отодвинул, дал, и потом такой, ну, ладно. Ну, там, честно скажи, давай, ну, как бы, мы тоже бойцы с тобой, я думаю, не такие слабые. Ну, соперник тоже, как бы... Да, да, влияет, влияет. Соперник, кстати, самого выбрал, я тебе так скажу. Серьезно? Да, соперник самого выбрал. Это UFC, наверное, пересмотрел, думаю, сейчас я им там засажу что-то, а это, блядь, фантастика не прокатило. Появилась возможность, то, что, надеюсь, в дальнейшем все вот бурю хайпа поднимают на людей, которые разговаривают, все время там дерутся, здесь драку устроить, там этому влюпить. Не-не-не, драка, это непорядочно, в таком мы сейчас скромненько сидимся. Люди доказывали свое мастерство в клетке, и такие люди, как он, как Фуат, они это сделают, и они это умеют. Такие, как Мирлан Тажевка, такие, как Никита Гамзиков, Алан Саламов, Ахат. Все люди, которые здесь дерутся, посмотрите на их бои. И все, об этом не нужно. Извини, пожалуйста, что тебе на носке написано? У меня добро написано. Красава. На той, на той, да, на гель? Второе должно быть с кулаками. А на трусах хардко. Я хотел представить своего близкого человека, его зовут Хусейн, он украсит наш вечер. Нет. Не-не-не, не дай бог, конечно, Хусейн Гасанов, это неуважаемый человек ни для меня, ни для знакомых моих. Ужасный человек, блядь, все это, сука, ненавижу его. Тебе аж плохо стало. Ну, Хусейн Гасанов, блогер. У вас дело вид, что не знает. Всем ослабо. Верю в то, что мой братец выиграет этот бой. Почему? Потому что на каждый бой, каждый раз, когда я смотрел его бои, я видел то, что у него такой музыкальный нет поддержки, а я сам являюсь музыкальным исполнителем. Я думаю, то, что его зарядит как раз-таки мой голос, потому что часто, когда я испаняю... Я люблю этот голос очень сильно. Да, ему это... Он заряжает, все мысли отходят, и ты как на войну идешь. Это прям, знаешь, дает прям, и тебе вот этот толчок происходит. Фуат, ты на бой вышел, на первый свой бой вышел в рубашке в беленькой, в отчечках, в кепке, аэродром. Спроси, почему. Почему? Смотри, вот, я по национальности... Мне очень интересно, почему ты сейчас не вышел. Ну что изменилось? Ты дожди, ну смотри, на бой вышел так, правильно? Да. Я же сейчас не на бою нахожусь. И через пять минут я не буду выходить. Сейчас меняется, все-все меняется. Можно разносторонним уже человеком быть, понимаешь? Думаю, да. Посмотрим. Ну, главное на веселье выходить. Face to face. Face to face. Так рано. Иди. Это так рано. Стоечку. И туда, в камеру. В какую из? А в любую. Аплодисменты. Мы идем дальше. Но и сейчас главный бой сегодняшнего выпуска. Мой любимец Иван Майданчук приглашается в эту студию. Город Санкт-Петербург. Иван Майданчук не привык долго драться. Обладатель черного пояса по карате чаще всего заканчивает поединок досрочно. Вот и в наше дело спортсмен из Петербурга буквально ворвался, оформив красочный нокаут. Скромный в жизни Иван устраивает настоящее шоу в клетке, выделяясь на общем фоне безупречной работы ногами. Это бой вечера, друзья. Но мы немного обменяем тенденцию нашу. И бои вечера устраиваем, скажем так, зная, что это будет крутой бой. Поэтому второй боец, которого вы не знаете, прилетел к нам из Нальчика. Его зовут Жора Саркисян. Обладатель четырех мировых рекордов по пауэрлифтингу Жора Саркисян не привык прогибаться под обстоятельства. В свое время атлет поднял от груди 200-килограммовую штангу. Но за вершиной успеха последовало жесткое падение. У спортсмена началась черная полоса. Как и соперник, закаленный жизнью и железом, Жора заслуженно носит черный пояс по карате. И скоро мы выясним, чей пояс чернее. Жора. Тема говорит, ты качочек? Нет. Или вольничек? Ну так, любитель. Позаниматься железом. Рассказываю всем, как попал к нам Жора. Пишет мне Рустам из ЧБД. Есть одна горилла, которая нужна. И как, чтобы дальше все время сиялся, нет? Короче, говорит, братан, нужно человечеку помочь. Я говорю, да без базара, 10 лет общаемся, конечно. И вот Жора, короче, теперь в студии нашего дела. Как за него говорят его друзья, это очень мощный боец, который готов показать шоу. Поэтому мы решили, что наши зрители посмотрят этот бой в самом конце этого выпуска. В аниме ДЧК его уже все знают. Это уже, можно сказать, наш боец. Любимец публики. Мы его растели. Твой любимец, так и говорили. Нет, но почему? Публика его хорошо приняла. Выиграл два боя. Один с вертушки, да? Да. Нокаут, а другой? Второй усыпил соперника в третьем раунде. Жорж, смотрел его бои? Ну, да. Так. Ну, как у тебя? Нормальный боец. Слушай, Ваня, я смотрю, ты подготовился. Прическа новая. Прическа новая, да. Почему? Ну, надо было подготовиться. После прошлой конференции ригбист же снимал меня в инстаграм, что-то смеялся над Темой, надо мной. Думаю, может, снова начнет что-то прикалываться. Хузнем с ригбистом, идем дальше. Да, давайте. Так, ну что, Жора, там у тебя? По поводу. Жора, расскажи вообще. По, в принципе, по жизни. Показать пообщаться между собой. Вот, да, Ваня там вопрос задает. Готов вообще? Да. В прошлый раз здесь сидел тоже соперник, говорил, на 100% готов. Ну, я готов. На 99. Нет, какие 99? Можешь мне как у тренерского штаба вопрос к компоненту? Я просто пытался найти какую-то информацию, там, смотреть. Не найдешь. Где ты, что, бился, там, и так далее. Я кроме вот видео, как ты по лапам работаешь, как бы ничего не нашел. Ну, да. У тебя вообще как с тренировочным процессом? Нормально. Нормально? Просто нам, куда нам, типа, в зал ехать после конференции или можно там коленчик пойти? Ну, я просто съемки не делал, понял, тренировок, поэтому нету их. То есть готов, да, зарубиться? Братан, тогда еще камер не было, когда он тренировался. Я понял. Кстати, Саша Гребнев, тоже из Санкт-Петербурга, будущий боец нашего дела. Спасибо, что сказал. Да, на секундочку. Ну, чего поболтать, я не знаю. Ну, расскажи, оси вечеринка. Рустан, ты чего его не научишься? Нет, зачем что-то рассказывать? Нет, давай я спрошу Жору, мне потому что интересно. Я думаю, нашим тоже зрителям интересно. На каком уровне ты выступал, Жор? Ну, как тебе сказать? Не скажу то, что прямо на высоком уровне. Это было очень, как бы. Давно? До моего, как тебе сказать, я был в отпуске, таком долгосрочном. И до отпуска моего это... А что за отпуск? Ну, отдаленные места. Не столь отдаленные? Да. Это те самые места? Ну да, те самые такие. Максим Новоселов, привет. И вот, и после них, ну как бы... Ты забросил, да? Ну, нет, я и там занимался, как бы, и ничего не забрасывал. И вот как вышел, это вот, чтобы попробовать себя. И пацаны мне помогли, мои близкие. Ну, типа, давай, да, ты готов, надо пробовать. Как-то надо возвращаться. Сколько лет ты не дрался? Ну, годик я не дрался точно. Ну, вот именно на уровне клетки год точно не дрался. А в клетку, то есть, ты выходил? Не просто там каратэ занимался. То есть, в клетку выходил и хорошие результаты показывал, да? Ну, были любительские, да, бои. Это в прошлом. Я их не трогаю. Я за это не говорю. И как бы, то, что было, было. Сейчас как бы новая страница жизни. И все по-новому. А нокауты были у тебя? Ну, в смысле, когда ты падал. Когда нокауты? Да, ты падал. Тебя вырубали, он спрашивает. А, меня? Да. Не было, да? Ну, я... А, то есть, допустим, если тебя вырубят, ты, ну, не знаешь, как вообще это ощущение. Ну, я думаю, ну... Так не случится, думаешь? Ну, зря ты так думаешь. Ну, хорошо. А что ты один? Почему у тебя нет там? Ну, я думал, там, позовешь. Ну, зачем? Я с удовольствием один сюда приехал и пришел. Чего это вы втроем на него? Пацан один, как бы. Я, если честно, тоже за него, да? У них фамилии-то все на Ян заканчиваются. Арутюнян, Маркосян. Не обязательно, да? Я думаю, толпой проходите лишь. Не, ну, просто так интересно было бы. Ну, группа поддержкой будет. Ну, карбин, скромный парень пришел. Ну, ты тогда делай одноместный диван. Ну, я, как бы, на конференции удивлять некого. Мы пришли пообщаться, переговорить. Ну, как бы, да, своего оппонента по бою. Ну, как бы, уважительно ко всем отношусь. У меня никому никаких претензий нет. Есть, да, клетка. Ну, как бы, спортивный интерес. С удовольствием покажем все там. Здесь, как бы, ко всем с уважением. Базара ноль. Ну, все равно очень хочется о тебе побольше узнать. И я думаю, зрители тоже. Да, очень интересно. Тебе выбили сразу главный бой. А мне до главного боя пришлось две досрочные победы сделать. Я объясню, подожди. Сейчас я скажу, объясню, что человека спрашивали. Ты, типа, ну, уверен, что потянешь? Уверен, что готов выйти сразу на такой уровень? И когда мы даем тебе определенный, ну, скажем так, кредит доверия такой, да? То есть сразу даем бой вечера. Ты готов? Он говорит, проблем нет. Хочу выступить в себе уверен. Ну, понимаешь, я думаю, ты не только отталкивался от моих слов. Наверное, есть и пацаны, у кого по любому интересовались. Как бы я за себя не любитель говорить что-либо. Ну, есть люди, есть, да, ближайшие, есть со стороны люди, которые наблюдали. Ну, в городе, в Нальчике я, как бы, такой человек, ну, легко узнать за меня что-либо. Ну, мы в Нальчик не звонили, на самом деле. Мы в Нальчик не звонили, не узнавали. Ты хотел вопрос задать? Я Алексей, да, я тренер, вместе тренируемся. Я вот хотел спросить, ты на 100% уверен, да, в своей победе? Ну, как бы, да, вообще до конца, да, что ты идешь? Друг, я тебе знаешь, как скажу? Ну, если бы я сюда, если я сюда пришел, ну, значит, я в себе уверен. Ну, как бы, да, как для боя, как и по духу, и уверенность есть. Ну, я же говорю, есть клетка, там мы друг друга покажем. А ты готов вот сейчас поспорить, ну, не поспорить, как бы, такую ставочку сделать? Ну, я из тех людей, кто вообще не спорит. Нет, да? Ну, это не мое. Ставка можно сделать, кстати, Ваня, это я знаю. Что ты хотел предложить? Ну, я поставлю 500 зелени, чтобы Ваня финиширует его досрочно. 500 долларов? Да. Досрочно? Досрочно. Ну, кто хочет в спорте, я в спорах не участвую. Что ты мне советуешь? Чисто по-братски. Брат, ты армейный. Давай, Артур, спой. Ну, уж сам уже подумай. 500 долларов. Такое камерское предложение. Ну, интересно, на самом деле. Чтобы было интереснее смотреть. Я поставлю на Жору. На Жору. Да. Хотя, подожди, я могу поставить 500 долларов на OneWin и выиграть эти деньги. Зарубаемся тогда? Сейчас, подожди. Сейчас. До строчки. Я думаю. Просто любая до строчки. Для меня 500 долларов – это пока деньги, понимаешь? Для меня тоже. А ты думаешь, что приехали… Давай, брат, я вот в тебя верю. Давай. Давай, по рукам. Так интереснее болеть будет. Будем там около ринга вместе кричать. Ты за него будешь топить, а я за своего бойца. Отлично. Ну что, фейс-то-фейс? Главный бой вечера. Иван Майдачук, Жора Саркисян. Камеру. Ну что, пришло время прощаться. Но совсем ненадолго. А я напоминаю вам, что в наших инстаграмах проходит конкурс, в котором вы можете выиграть 10 тысяч рублей. Все очень просто. Для того, чтобы узнать, как выиграть 10 тысяч, нужно подписаться на мой инстаграм и инстаграм Артура. Друзья, также не забываем подписываться на наш ютуб-канал, который вы сейчас смотрите. Наше дело. Чем больше подписчиков, тем лучше контент. С вами было приятное меддело. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин